Город Карабаш в Челябинской области. В июне 2010-го Карабаш выглядел так, словно наступила осень. Листья деревьев пожелтели, погибла трава. Оказалось, природный феномен вызывали кислотные дожди, спровоцированные работой медеплавильного комбината. В ходе интенсивного освоения природных богатств Урала предприятия горнодобывающей промышленности привязывались строго к месторождениям. Соответственно, город строился прямо на месторождении, там же добывалась руда, там же проходила первичная ее переработка. Проблем удалось избежать, если бы при проектировании города не было допущено серьезных ошибок. Таких городов, как Карабаш, во всем мире не один десяток. Они строились в то время, когда вопросы экологии не были приоритетными. Но ситуация изменилась, и сегодня специалисты в области экологического проектирования уверены, что Карабаш, построенный с учетом современных стандартов, мог выглядеть совсем иначе. Если бы этот предприятие проектировали сейчас, то уже бы учли массу аспектов этих, уже горнодобывающий комплекс находился бы по отношению к жилой застройке, по отношению к социальной инфраструктуре, по-другому. Как не надо строить, сегодня понятно даже не специалисту. Но как строить надо? На что ориентироваться? Пример того, как следует учитывать экологические аспекты – самый высокий небоскреб Европы, который украшает южный берег Темзы. Осколок, так называется грандиозное здание, заметен с любой точки города. Но не все знают, что сверкающая стеклянная пирамида – это еще и памятник стараниям проектировщиков, стремившихся уменьшить негативные влияния на окружающую среду. 87-этажное строение создано из материалов на 95% произведенных из переработанного сырья. Первые дома, при проектировании которых учитывались принципы экологического строительства, появились еще в 70-е годы прошлого века. Тогда акцент старались делать на энергосберегающих технологиях. Логика проста – чем меньше энергии требуется на обслуживание здания, тем меньше загрязняют атмосферу тепловые электростанции. В 90-х разные страны разработали свои зеленые стандарты строительства, и даже появился международный рейтинг энергоэффективного и экологического проектирования LEED. Высшую оценку в этой системе пока получил только небоскреб Тайбэй-101 на Тайване. Тренд на зеленые дома и предприятия привел к бурному росту рынка услуг в области экологического сопровождения проектов. Только в России его емкость примерно 10 миллиардов рублей в год. Поле для экологических проектов вообще достаточно широкое. Это касается и энергетики, и строительного бизнеса, и многих других отраслей обычного производства, химического производства и так далее. У нас много таких предприятий. И, конечно, внедрение различных новых технологий, которые улучшают параметры этих предприятий, экологические параметры, конечно, это очень важно с любой точки зрения, и с экономической, и с общечеловеческой точки зрения. Компании, занимающиеся экологическим проектированием, первыми приходят на строительную площадку. Их задача – исследовать грунт, состояние воздуха, воды, растительного и животного мира. Результат анализа позволит определить, как следует вести строительство. Это позволит и сократить расходы, и выработать меры, которые помогут восстановить экологический баланс. И только после этого инжиниринговые компании начинают проектирование объектов и, собственно, строительство. Мы приезжаем на объект, проводим рекогноцировочные наблюдения. Обычно обследование всей территории проходим, обираем ключевые участки, где заложить площадки пробные, где будем закладывать почвенные разрезы, геоботанические площадки и так далее. Может быть, какие-то техногенные нарушения сразу выявить, можно оконторить свалки, навалы мусора, в зависимости от территории исследования. Результаты деятельности специалистов по экопроектированию заметны, что называется, невооруженным глазом в городских проектах. Примеры – благоустройство по озелененной территории по берегам реки Яузы или сквера в северо-восточном округе Москвы. Промышленные объекты, такие как топливозаправочный комплекс корпорации «Тактическое ракетное вооружение» или завод по производству фармпродукции в Ярославле и еще десятки других, предъявляют более жесткие специфические требования. Очень важны технологии, применяемые при строительстве. Прочность материалов, стабильность работы и систем управления, систем перекачки. Огромное количество таких деталей, из-за которых системы могут выходить на какой-то режим аварийный. Поэтому нельзя переоценить. Переоценить важность работ по правильному проектированию, экологическому проектированию – совершенно важнейшая тема. Участие в реализации больших промышленных проектов вывела Институт в лидеры рынка. Ее выручка растет на 30% в год. Компания вошла в топ-100 рейтинга тех успех, инициаторами которого выступила Ассоциация инновационных регионов России и компания РВК. Этот рейтинг объединяет отечественные, быстро развивающиеся технологические компании. Подобрался уникальный коллектив, по имуществу это выпускники географического факультета МГУ, которые за счет своего опыта и высокого профессионализма смогли достаточно быстро вливаться в сложные и масштабные проекты. Среди самых масштабных проектов – газопровод «Южный поток». Компания участвует в нем с 2010 года. Проектирует сухопутную инфраструктуру, компрессорные станции, наземную и подводную часть трубы. После окончания строительства компания займется восстановлением территории. Работы будут вестись вплоть до 2017 года. Мы занимаемся сейчас активным внедрением газоаналитического оборудования в плане подводного мониторинга. То, что еще не реализовано практически нигде в мире. Подводный мониторинг «Южного потока» будут вести, снимая показания специальных датчиков. Сверхчувствительные приборы, размещенные на трубопроводе, способны зафиксировать утечку газа. Это позволит предотвратить масштабную экологическую катастрофу. Строительство началось в декабре 2012 года, и сейчас институт занимается экологическим сопровождением этого проекта. Функция мониторинга – одна из самых важных составляющих таких инициатив, особенно в долгосрочных проектах. Мы приезжаем с определенной периодичностью, контролируем параметры окружающей среды, которые уже были исследованы на этапе изысканий, и сравниваем, есть ли тенденция к загрязнению поверхностных или грунтовых, загрязнению почвенного покрова, атмосферного воздуха. Наносится ли при строительстве какой-то урон растительному покрову, животному миру, потому что там, ну мало ли, да, вытоптали каким-нибудь ареал, какими-то краснокнижных цветов. Березники – один из крупнейших промышленных центров России, и вместе с тем один из самых опасных. Здесь под землю уходят целые дома. Виной этому – Верхнекамское месторождение калийных солей, на котором стоит город. Его разработки ведутся с 30-х годов прошлого века. Соль добывают в горных выработках, закачивают под землю химические реагенты. Это запустило процесс растворения соляных пород, над которыми находятся жилые кварталы. На ряде примеров уральских городов России можно показать, что если бы тогда были учтены экологические аспекты, то сейчас имелось бы намного меньше проблем, и затраты на реконструкцию и перевооружение всех этих предприятий были бы намного меньше. Учитывать экологические аспекты тем более важно на территориях со сложными грунтами, таких как Ямал и Якутия. Там, где начинается освоение крупных газовых месторождений, без экологического проектирования к строительству не приступают. Конкретный пример – Канкунская ГЭС. Это территория вечной мерзлоты. Но относительно твердый грунт может стать очень зыбким, если при проведении строительных работ, при аварии или в результате изменения климата температура даже незначительно повысится. Исследование позволит определить, на какую глубину закладывать фундамент сооружений. Каждая труба, завезенная на север, это отдельные деньги. И заглубляет на 10 метров фундамент, либо на 15. Это себестоимость проекта увеличивает на порядок. Образцы сибирских грунтов исследуют в этой лаборатории инженерные геокреологии. Пробы доставляют сюда прямо с объекта в специальных контейнерах. Тесты проводятся при температуре минус 3 градуса. Для вечном мерзлых грунтов очень важно, чтобы ее транспортировка в лабораторию приходила при отрицательной температуре, чтобы они не оттаяли. Потому что тогда мы не сможем их в лаборатории исследовать. Поэтому при специальных контейнерах в морозильных их перевозят, помещаются при той именно температуре, которая замирается по данным термометрии в скважинах. Что касается грунтов Центральной России, температура не так сильно влияет на их прочностные и деформационные характеристики. Гораздо важнее здесь газогеохимический анализ. В связи с дефицитом земли под застройку отдаются участки с торфяными почвами и бывшие поля фильтрации. В этих случаях высока вероятность образования биогаза из содержащихся в почве органических соединений. Вся эта ситуация подводит к тому, что надо искать какие-то новые подходы, нестандартные решения в части выполнения исследований, в части проектирования и в дальнейшем подистроительность этих объектов. Но над исследованиями работают не только специалисты. В этой лаборатории совершенствовать свои навыки и осваивать новые методики исследования могут и студенты. Так решается еще одна задача – подготовка специалистов нужной квалификации. Мы, с одной стороны, сами выпускники, развиваем инновационный сектор на площадке научного парка Московского университета. Квалифицированных специалистов приходится растить самостоятельно. Это дефицитный товар, и многие эксперты, наблюдающие за отраслью индустриального строительства, убеждены. Решив эту проблему, даже небольшие компании имеют шансы добиться значительных успехов. Шансы на серьезный прорыв в этой сфере связаны как раз с институциональной средой, то есть с тем самым законодательством, которое будет мотивировать предприятие заказывать подобного рода услуги. Расширение масштабов деятельности – законное желание амбициозной компании. Тем более, что сегодня основной заказчик – это государство и крупные промышленные предприятия. Но уже не за горами то время, когда к услугам специалистов по экологическому проектированию будут активно обращаться застройщики и владельцы загородных участков. И это понятно – любая недвижимость начинается с земли, а ее нужно понимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова